С недавнего времени интересной традицией для Бреста стало зажигание фонарей на Советской. Это привлекает гостей и самому городу придает особый шарм. Дополнением к этой традиции стали еще 28 фонарей, именуемых литературными. А расположились они на улице, названной честь известного писателя Николая Васильевича Гоголя. Для горожан их открытие стало подарком, приуроченным ко дню города. Верестейцы приняли его с удовольствием. Мы просто смогли удержаться, как пройти по всей улице, посмотреть каждый фонарик в отдельности, потрогать, сфотографироваться возле него. Потому что на самом деле очень красиво и побольше бы таких вещей у нас в городе. Потому что, скажем так, достопримечательности будут привлекать и приезжих, и так далее. Они только украшают наш город. Мне нравится эта идея, очень хорошо выполненная работа, и для нашего города что-то необычное. И мне кажется, людям тоже будет нравиться. Мы просто часто гуляем и очень много фоткаются, ну, в смысле фотографируются. Мне кажется, что, значит, и другим тоже нравится. Выполнены фонари из кованого металла. Возле каждого имена и звезда с названием предприятий или организаций, которые стали спонсорами создания достопримечательности. И тем самым увековечили себя на своеобразной голливудской аллее Побрески. А поскольку расположены они на менее людной улице, нежели советская, это успели стать излюбленным местом тех, кто романтично настроен и предпочитает спокойные прогулки. Такую улицу и гостям приятно показать, и самому пройтись по ней удовольствия. Школьников и людей, кто не знаком с Гоголем, это заставит и заинтересует еще раз прочитать его рассказы, его повести и его какие-то интересные вещи. И это просто гулятурит людей в очередной раз, и просто это красиво, в конце концов. Даже вот детки сюда приходят на ярмарки разные, будут не только выбирать себе какие-то покупки, но и будут фонарики смотреть. А пока на старых аллеях появляются привлекательные архитектурные ценности, строятся новые, пока никак не названные улицы. Известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. То же и с наименованием улиц, ведь хорошими эмоциями можно зарядиться даже от названия. Как назовешь улицу, так и жить на ней будет, говорят в народе. Поэтому к вопросу о том, какое имя должна носить улица, подходят бережно. На данный момент в отделе культуры намечено пять фамилий, ждущих своей очереди, чтобы занять место на карте города. Это профессор Федор Пастернацкий, который служил в Брест-Литовском военном госпитале и внес весомый вклад в развитие медицины. Почетный гражданин Бреста, член Коммунистической партии Западной Белоруссии Василий Лоскович, поэтесса Нина Матяш, уроженец Брест-Литовска, академик Борис Лоскорин и Василь Быков. Разумеется, вариантов, как могло бы звучать название «Новые улицы» много. И у горожан на этот счет есть свое мнение. Я считаю, конечно, что улицы в Бресте и вообще в любом городе должны носить какой-то смысл. И название лучше всего привязывать к фамилии самых знаменитых людей Белоруссии, которые прославили нашу страну. Конечно, такие названия, как Ясеневая, Каштановая, они приятны для слуха, и они тоже, может быть, какую-то смысловую нагрузку несут. Но я считаю, что когда улицы в городе будут называться какими-то конкретными знаменитыми фамилиями конкретных знаменитых людей, во-первых, это очень будет идти на благо воспитанию подрастающего поколения. Люди будут больше знать о истории. Благозвучное название улиц приятно не только слуху. Они еще и влекут за собой новые идеи, выполняют эстетическую и воспитательную функцию. Остаются на страницах истории. Поэтому и важно помнить, что как корабль назовешь, так он и поплывет.